Достигай Израиль и весь мир Бару Хашем, дорогие! Благословенно имя Господа! Мы с Синтией приветствуем вас на специальном выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы будем говорить о Шевоте, что на русском означает «пятидесятница». Мы сконцентрируемся в основном на том, как в оригинальном контексте Господь явился израильтянам в этот святой день. Тогда он говорил с ними с горы Синай, но в Брит Хадаша он перешел от общения через каменные скрижали к обращению прямо к сердцу человека, которого он создал по своему образу и подобию. И я хотел спросить, в какой случай тебе запомнился больше всего, когда Дух Святой говорил тебе что-то в твоем сердце, Синтия? Это так сильно, что Бог говорил с Моисеем лицом к лицу, а сейчас через Иешуа, Иисуса, Он говорит с нами прямо в наших сердцах. И я никогда не забуду того, как мы с тобой молились о том, стоит ли мне оставлять мою работу и помогать тебе в служении. И был один момент, это было наем Кипур. Мы как раз шли на собрание, и Дух Святой сказал мне «пора». А после собрания ко мне подошел Равин Шнайдер, и знаете, что он мне сказал? Он сказал «пора, дорогая, пора». Дух Святой говорит. Практически все мы знакомы с термином «пятидесятница». Это еврейский праздник, который появляется в Брит-Хадаша во второй главе «Деяния апостолов». Там сказано, что ученики собрались вместе именно на Пятидесятницу. Все мы знакомы с праздником Пятидесятницы, но кто знает, как он называется в еврейском писании? Шивот. Сегодня мы углубимся в Слово Божие и попытаемся понять корни Пятидесятницы, а также ее значение в наше время для нашей жизни. Итак, давайте для начала помолимся. Отец Небесный, мы нуждаемся в Тебе. Мы знаем, что одних слов недостаточно. И мы хотим, чтобы двигался Ты среди нас, Своим Святым Духом, во имя Иешуа. Мы просим Тебя обрезать наши сердца сегодня, Своим огненным мечом истины, во имя Иисуса. А также наполни нас Духом Святым и поработай над нашим сердцем, чтобы мы любили Тебя. Аминь. А теперь давайте обратимся к еврейской Библии. Откройте книгу Исход, 34 главу. В 22 стихе Господь говорит Своему народу отмечать Святой День, который здесь назван «Праздник Седмиц». Он наступает через 50 дней или 7 недель после Пасхи. В оригинальном контексте это был праздник урожая пшеницы. Каждый год израилетяне брали первый урожай весной и осенью, а потом приносили первые плоды этого урожая Господу. Тем самым они признавали, что Бог благословляет их. Какой прекрасный подход к жизни. Мы тоже должны осознавать, что все хорошее, что происходит в нашей жизни, это дар от Бога. Но очень многие из нас воспринимают все это как должное. Мы думаем, что все это случайность, и мы не осознаем, что это благословение. Мы имеем крышу над головой, защиту и любящую семью, и все это мы получили от Духа Божьего. Вначале я хотел бы сказать, что праздник Седмиц или Недель, а это оригинальное название, «Пятидесятница» был праздником Благодарения, когда люди почитали своего Бога Яхве за урожай пшеницы. Это праздник, который отмечали через 50 дней после Пасхи, через 7 недель и 1 день. А вот почему в еврейской Библии он назван праздником Недель или Шевуот. Шевуот — это еврейское слово, которое означает «недели». Итак, праздник Седмиц или Шевуот происходит через 50 дней после Пасхи. А в Новом Завице или в Брит-Хадаша мы читаем о Шевуоте или Пятидесятнице в Деянии. И у меня вопрос. Что же означает этот термин «пятидесятница»? Термин этот происходит от греческого слова «пентекост», что означает «пятьдесят». А почему именно «пятидесятница»? Потому что она через 50 дней после Пасхи, через 7 недель и 1 день. Так что Шевуот и Пятидесятница — это один и тот же святой день. Когда апостолы собрались в горнице, они отмечали праздник недель, о котором написано в Торе. И они не ожидали, что может произойти что-то необычное. Их народ отмечал этот праздник полторы тысячи лет. С тех пор, как они получили Тору, они отмечали праздник недель или Пятидесятницу, как его называет церковь. Опять же, это один и тот же праздник. Вы должны это хорошо понимать. И к тому моменту, в Деяниях, он отмечался уже полторы тысячи лет. А что же они делали на этот праздник? Во-первых, они благодарили Бога за сельскохозяйственный урожай. Но это еще не все. Согласно устным традициям, многие годы отмечалось то, что именно в этот день, наш Шевуот, или Пятидесятницу, Бог Израиля, Бог наших предков, явился на горе Синай и проговорил громогласным голосом. И примерно три миллиона евреев, которые жили в то время, слышали Его голос и видели Его славу. И к тому времени, как произошли события в книге Деяний, у евреев была устная традиция отмечать то, что наш Шевуот, Бог явился Своему народу. Это было массовое откровение. За всю историю это было единственное массовое откровение, когда одновременно три миллиона человек услышали голос Божий с небес. Я понимаю, что Яна говорил сейчас много слов, и существует риск, что мои слова могут не тронуть вас, как гуся вода. Но я бы хотел, чтобы вы задумались над тем, что я только что вам сказал. Три миллиона израильтян стояли у подножия горы Синай, когда их Бог явился им во славе. И все три миллиона услышали Его голос и задрожали. Многие люди в наше время считают, что Библия — это всего лишь мифология, и ее не следует воспринимать буквально, потому что описанные в ней события никогда не происходили. Но у меня к вам вопрос. Как это возможно, что уже три с половиной тысячи лет еврейский народ остается отдельным народом, и уже три с половиной тысячи лет, с тех пор, как Моисей получил десять заповедей, и Бог явился на горе Синай, как это возможно, что евреи уже три с половиной тысячи лет отмечают Пасху? Я сказал «Пасха», потому что с нее началась вся эта история. Все мы знаем историю Пасхи, и сегодня мы не будем говорить о ней, но мы знаем, что Господь вывел свой народ из Египта благодаря крови пасхального агнца, и Он сделал это, чтобы привезти их к горе Синай, где они должны были поклониться Ему, а Он открыться им. Итак, с Пасхи начался их путь к горе Синай, где три миллиона человек получили массовое откровение о славе Божией. И такого не было ни до, ни после. А что я имею в виду под массовым откровением? Мы знаем, что, когда Иешуа воскрес из мертвых, Павел говорит, что однажды, после своего воскресения, он явился пятисотням человек. Затем Павел перечисляет других людей, которым Господь тоже являлся, но это не были три миллиона человек. По сравнению с числом людей, которые видела славу Божию на горе Синай, это было весьма маленькое количество людей, ну, а я, пожалуй, вернусь к своей мысли. Итак, как же объяснить то, что еврейский народ с годами остался отдельным народом? Хотя мы видим, что с годами они стали более светскими, и сейчас, как никогда, много браков между евреями и представителями других народов. Мы знаем, что большая часть евреев — это мирские люди, но при этом этот народ дальше остается отдельным народом, а ортодоксальное движение, которое сейчас, кстати, набирает обороты по всему миру. Они — отдельный народ, который живет отдельно, и они намеренно отделяют себя от других народов. Как это возможно, что евреи смогли сохраниться как отдельный народ спустя три с половиной тысячи лет? Скорее всего, с ними произошло что-то значительное, и память об этом событии так сильна, что держала их вместе все эти годы. Как еще это можно объяснить? Это то же самое, что сказать, как можно объяснить такой быстрый рост христианства, если не тем фактом, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Это единственное объяснение. Первые апостолы своими глазами видели воскресшего Христа, и поскольку их встреча с воскресшим Иисусом была такой запоминающейся и зацепила их так глубоко, они смогли перевернуть весь мир. Это было такое сильное впечатление, что в результате этого появилось христианство и стало самой большой религией в мире. Если бы что-то не произошло, если бы Иисус не воскрес из мертвых, то христианство никогда бы не разрослось так сильно. Те мужчины и женщины были готовы жертвовать своей жизнью ради того, что они видели. Павел сказал, если Христос не воскрес из мертвых, то христиане самые большие глупцы на планете. Не только потому, что они поверили в ложь, но и потому, что рассказывали людям о том, чего Бог никогда не делал. Иными словами, если Иешуа не воскрес из мертвых, то у нас не только ложная надежда, но что еще хуже, мы грешим против Бога, рассказывая миру, что Иисус все же воскрес. Павел говорит, что наша надежда держится на воскресении Иисуса. Павел лично встречался с воскрешим Иисусом на пути в Дамаск. Эта встреча полностью перевернула его жизнь. Подобным образом евреи родились как народ у горы Синай, когда Бог явился им и дал массовое откровение о себе. Он излил свою славу одновременно на три миллиона человек. А вот почему с тех пор, а вот уже три с половиной тысячи лет, еврейский народ исправно отмечает Пятидесятницу и остается отделенным и особым народом на планете. Отец, я молюсь, чтобы ты использовал это собрание, дабы зажечь твой огонь. Пусть пасторы и лидеры уйдут отсюда с новой смелостью, с большей любовью, пророческое помазание на этот дом во имя Иисуса, во имя Господа Иисуса Христа. Пусть оно сойдет на них. Я люблю служить с пастором. Скоро я уеду, но я очень хочу помочь пасторам и повлиять на них. Если они изменятся, то изменятся и их люди, и церковь, безусловно, будет расти. К этому мы стремимся. Господь собрал все церкви вместе, и Он послужил лидером церкви. Он молился о том, чтобы они взяли огонь Божий с этого Крусейда и понесли в свои церкви. В сердцах служителей зажегся огонь. А еще огонь зажегся в моей церкви после визита Равина Шнайдера и в моей личной жизни. Я верю, что это начало пробуждения в моей жизни, в моей церкви, а также во всей стране Малави. Когда я бываю в Израиле, то люблю посещать место для изучения Писания, которое рядом со стеной плачем, куда ортодоксальные евреи приходят, чтобы молиться Господу. Большинство людей в этом месте это ультра-ортодоксальные евреи. То есть они живут, едят и дышат в своей религии. О них Павел сказал, я свидетельствую об их рвении к Богу. Может, их знание не совсем верное, но рвение настоящее. Их рвение настоящее. Иисус единственный путь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. Но еврейский народ все еще носит на себе остаток помазания, которое они получили у горы Синай три с половиной тысячи лет тому назад. А поскольку Бог явился им на шивот, то, что мы называем Пятидесятницей, они носят на себе помазание страха Господня. И когда я прихожу в то место для изучения Писания Стены Плача, мне нравится впитывать то помазание, которое есть там. Сегодня мы разбираем с вами праздник Шивот или Пятидесятницу. И я хочу, чтобы вы поняли две вещи. Во-первых, ваша вера в Иисуса берет свое начало три с половиной тысячи лет назад, когда этот праздник отмечался впервые. Во-вторых, Он исполнился в деяниях апостолов, когда Господь заговорил к Своему народу не так, как на горе Синай издалека. Тогда они услышали Его голос с небес. Израильтяне собрались у горы Синай и услышали Его голос с небес. И это привело их в ужас. А во второй главе деяний Господь пошел еще дальше. Он уже говорил к ним не с небес. Он вошел в человека и поселился в его душе. И если вы любите Иисуса, то Он живет в вас. Это тайна Евангелия. Бог поместил внутрь вас надежду славы. Когда я думаю о праздновании Пятидесятницы, то я для себя праздную близость Бога. Бог не просто рядом, Он здесь со мною. Под словом здесь, я имею в виду не просто в нескольких метрах отсюда от меня. Я имею в виду, что Он настолько близко, что живет теперь внутри меня. Он живет внутри вас. И Он ближе к вам, чем следующий удар вашего сердца. Он ближе к вам, чем ваше дыхание. И это вызов для нас с вами. Послушайте меня внимательно. Вызов в том, чтобы мы перестали искать Бога где-то там. Но осознали, что Он внутри нас. И Тора, и Брид Хадаша. Говорят нам одно и то же. Бог недалеко, и нам не нужно подниматься на небо, чтобы найти Его там. Или опускаться на дно океана, чтобы найти Его там. Павел говорит, что Бог близко, Он рядом. Он вашим сердцем. Поскольку мы родились в теле, поскольку в этом мире мы руководствуемся органами чувств, я имею в виду, что мы воспринимаем все на уровне ощущений. То есть мы воспринимаем мир потому, что мы видим, слышим или ощущаем на запах или на ощупь. И мы привыкли воспринимать реальность, если можно так сказать, снаружи. Но сейчас, когда мы родились в новую реальность, нам нужно перестать воспринимать все только снаружи, а переключить наш фокус внутрь, где в нашей душе обитает Христос. Нам нужно научиться жить изнутри, наружу. Нам нужно осознать, что у нас внутри. Если мы будем в постоянном контакте с этой тайной, о которой говорит Библия, если мы примем реальность того, что Божий Дух действительно находится внутри нас, то мы сможем переключить свой фокус с внешних вещей на наш внутренний мир, туда, где обитает Христос. Это, конечно же, требует дисциплины. Это означает, что мы каждый день должны проводить с Богом. Я говорю о таком времени, когда мы отключаем телефон, интернет, телевизор или радио и уделяем все свое внимание только Господу. В это время я слушаю прославления. Это прекрасные песни, посвященные Богу. Не громкие, быстрые, изводные песни, а легкие, мягкие и успокаивающие песни поклонения. Я пою Богу песни из Писания. И когда я сижу в этой атмосфере, позволяя Духу Святому освящать мою душу, успокаивать меня и направлять меня к себе. Я делаю это уже многие годы. Я заметил, что укоренился в силе Божьей, и мне куда проще распознавать водительство Святого Духа в моей жизни. Нам нужно практиковать общение с Богом. Мы можем отмечать Пятидесятницу в историческом контексте и ожидать чего-то зрелищного, чудес и знамений. Я и сам люблю чудеса и знамения, но Бог чаще всего не в землетрясении. Он в тихом и спокойном голосе Своего Духа, который живет внутри нас. Поэтому Пятидесятница — это путешествие внутрь себя. Это подразумевает умереть для себя, а также умереть для этого мира и его отвлекающих факторов, которые мешают нам осознать, что внутри нас Руаха Кадаш. Это еврейский термин, означающий «дыхание Божие» или «Дух Божий». Я хочу призвать вас сегодня относиться к Слову Божьему серьезным. Мы получили величайший дар. Если мы родились свыше и знаем его, то мы получили дар Святого Духа. Но если мы не научимся жить с этим Духом и общаться с ней, то это то же самое, что сесть в машину, не зная, где от нее ключи. Так мы не сможем никуда уехать. Хотя все это время ключи были в бардачке, и нужно было только открыть бардачок и взять их. Многие из нас хотят переживать Богом. Мы хотим жить в его силе. Мы хотим быть ведомыми его духом, но не знаем, как это сделать. Секрет в том, что Иисус живет в вашем внутреннем человеке. Но чтобы общаться с ним, вам понадобится самодисциплина. Ну и в завершении этого специального выпуска о Пятидесятнице я хочу призвать вас каждое утро проводить время с вашим Господом. Даже если это всего 15 минут, я не говорю, что это должно быть всего 15 минут, но даже если в начале это будут всего лишь 15 минут, то начинайте свой день с общения с Богом. Просто сядьте и помолчите. Даже не нужно перед этим говорить с женой или мужем или с детьми просто посвятить Богу первые 15 минут вашего нового дня. Просто скажите, Господь, помоги мне соединиться с Твоим Святым Духом, живущим во мне. Я благословляю вас во имя Ешуаха Машеаха. Я провозглашаю вашу жизнь, Дух Мудрости и Откровения, чтобы вы пережили невероятную любовь Бога Отца. Пусть Бог укрепит вас в вашем внутреннем человеке и, пожалуйста, никогда не забывайте, в чем и где находятся корни вашей веры. Этот праздник, Пятидесятница, о котором мы говорим сегодня, берет свое начало в празднике Шевуот, еврейской Библии. В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры 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 вам, да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Этот выпуск называется Пятидесятница, практикуя близость с Богом. Если он вам понравился и вы хотите приобрести копию, заходите на наш сайт. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Друзья, спасибо вам за внимание. Я часто читаю истории христиан о том, что из Библии они узнали, что еврейский народ особенный, но при этом они не понимают, как то откровение о себе, которое Бог дал когда-то евреям, касается их. Сегодня мы разбирали Шевот, или Пятидесятницу, и в 34-й главе книги Исход мы видим, что этот праздник это как раз тот день, когда Бог призывал еврейский народ почтить его и принести ему особенное приношение. Сейчас мы с вами не под законом, но я заметил, что многие христиане участвуют в этом празднике, принося Богу какое-то особое пожертвование. Если вы тоже хотите принести Богу особое праздничное пожертвование, то вы можете сделать это прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас за вашу верность ему. Спасибо вам и шалом, дорогие. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-78-35 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудио-проповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.